Всем привет! В эфире программа «Пропеллер» и сегодняшний выпуск посвящен Дню Водителя. Наши первые герои и участники ретро-клуба «Олдтаймерс». «Олдтаймерс» — это объединение владельцев ретро-техники. Участники клуба стремятся продвинуть в Якутске культуру модификации классических автомобилей. Посоветовал друг, близкий друг, одноклассник. Нашел в объявлении, на следующий день купили. Здесь обилие хрома много, красота. Сначала мотор от капиталя, систему зажигания поменяли. И все. Реагируют в основном люди положительно, конечно, проходят, показывают, радуются, удивляются, конечно, такому состоянию. И люди, которые пожилые, говорят, у меня когда-то тоже такая была мечта советского парня каждого. Она называется «Итальянка». Романтика сделает такие машины своими руками. Привлекает своей сложностью при вождении, чувствует себя частью машины. Но поломки они бывают из-за того, что недоусматриваешь. А так мы за своими машинами постоянно следим. Почти, можно сказать, вторая жена. За ней надо тоже ухаживать также. Как говорят, в хобби доход не приносит. Душа лежит, улаживаешься. Начал сам ремонтировать, читать книжки, копаться в интернете. Трое детей, они все очень любят джигули. На другой машине кататься не хотят. На дальней поездке только на этой машине. Потому что чуть что, я сразу могу себе ориентироваться и отремонтировать, если что. У меня Голга ГАЗ-21Л, 1964 года. У нее такой есть стиль и харизма. Но когда я ее убрал, он был как бы почти восстановлен. Покрашен кузов, сделан двигатель, ну и перешит салон. Качество сборки очень хорошее. Ну, в то время, как говорится, делали на совесть. Расход топлива разный бывает. Ну, уходит в среднем где-то 15 литров по городу. Вот когда едешь на машине, люди смотрят и радуются. Девчонки не стоят, покатай меня. Ну, такое тоже бывает иногда. Приходится катать их. Ну, мечта есть, конечно, это купить старого американца в 50-х годах. Ну, что, вражей или флот. Незабываемая мечта. Хотите купить такую Волгу, то в основном смотреть надо на кузов. Чтобы он был хорошим состоянием. Очень красивая машина. Ну, потому что у нее такой есть стиль. И как бы дух 50-х, 60-х годов. Сейчас ребята заняты работой над несколькими автомобилями, находящимися на реставрации. В 2016 году участники клуба планируют регулярные встречи и проведение мероприятий для всех любителей ретро-техники. А герой нашего второго сюжета Олег Ларчук. Водитель с огромным стажем и профессиональный дальнобойщик. Смотрим. Ларчук Олег Петрович. Водитель. Просто водитель. У меня папа, водитель, всю жизнь работал водителем. Как-то вот он приучил, наверное, ближе к технике в игрушках, машинке. Хотелось и очень хотелось быть водителем. Хотя родители мне говорили, что я не должен быть дальнобойщиком. Кем угодно, только не водителем. Ну, я выбрал эту профессию. За руль-то я сел вообще с 18 лет. До армии я работал уже водителем. В армии работал. Ну и сейчас, вот на сегодняшний день, стаж работы получается больше 20 с лишним лет уже. Моя самая первая грузовая машина, это была до армии. ЗИЛ-130, водовозка. Сейчас у нас в городе их много, а тогда было еще больше. Тогда целое предприятие было. Первый рейс у меня произошел после армии. Я собрал КамАЗ. Раньше пришел, тебе дали машину. Но машину такую, что ты должен ее своими руками собрать. Я ее собрал своими руками. Это вот такой рейс. Именно рейс, в котором прочувствовалось все. Вот это вот. Кушать в кабине. Спать в кабине. Готовить в кабине. Десук. Такой самый интересный. Это кроссворды. Ну и чтобы скоротать вечер, это карты. Чай, карты. Мы снимали на пленочные фотоаппараты. Потом отдавали эту пленку. Нам ее проявляли. Делали фотографии. Батареек этих целую гору берешь. Потому что там нигде не купишь. Пленок этих целую кучу, чтобы снять побольше кадриков. Ну это было вообще здорово. В рамках моей работы я нашу Россию изъездил всю. Получал новый автотранспорт на заводы. Ездил, пригонял в организацию. Доставлял грузы. Я республику всю изъездил вдоль и поперек. Вот единственное, что где не было, это я в Магадане. Когда ты едешь на север, то есть северные дороги, негласное правило севера, ты должен помочь. От тебя не убудет, но тебе там люди скажут спасибо. В душе тебе приятно. На севере не принято ездить в одной машине вдвоем. Два водителя чтоб было. У нас принято два водителя, две машины. То есть если одна машина сломалась, мы живем в другой машине. А на западе там у них одна машина, два водителя. Там все время. Ворскока выехал, восток ты должен приехать. Клиент ждет. Сегодня здесь у нас в Якутске нету снега. Сейчас мы выехали, 20 километров от Якутска отъехали. Там снег пошел. Все. Мы едем по скользкой снежной дороге. А что там будет дальше за поворотом? То ли машина сломанная стоит, то ли мы сломаемся, то ли еще что-то. Не знаешь, когда ты приедешь. То есть ты знаешь время выезда, но не знаешь время заезда. И скользкую дорогу мы попадали, что мы не ехали, а ползли пешком. Пешком быстрее ходишь. И на глазах машина переворачивалась, потому что скользкая дорога вот она едет. Она не едет, а она просто скользит и падает прямо на глазах вместе с грузом, переворачивается в кувет. Паром ждешь неделю, живешь в машине, то есть чтобы переправиться. Скользкая дорога, спуститься ты не можешь, потому что такая гора, что машина не держится. То есть она как санки будут с горы катиться. Надо обязательно подсыпать, и ты подсыпаешь эту гору, чтобы спуститься вниз. То есть много, много случаев, но когда вот это все проходит, кажется, ну это все такая ерунда. Меня моя романтика привлекала посмотреть мир на колесах. Не на поезде, не на самолете, а именно на колесах. Работая, принося людям какую-то пользу для всех, а для себя именно вот подчеркнуть. Вот это романтика вот дороги, вот это вот жить, остановиться, переночевать в кабине. Машина сломалась там, сделать ее своими руками, потому что если только медведь поможет, больше никто. По дорогам всех животных встречал. Медведи весной проснулись, вышли на дорогу, на солнышке погреться. Переход лосей с одного в другую сторону, через дорогу, постоят, ну вообще красиво. Оленекский улус, олени, это вообще что-то с чем-то было. Ты 300 километров едешь по дороге, и 300 километров с тобой идут рядом олени. Это, ну, сплошь и рядом это. Ну, это мое. Большего уже, ну, по крайней мере, ну, и мне не надо. Все, что я хотел, я вот, оно добился. Вот этой вот жизни. Некоторые думают, что что это водитель? Водитель это что, сел и катится, в окно смотрит, и все, ни больше, ни меньше. Ну, каждому свое. Я на сегодняшний день есть я. Как личность, наверное, я достиг того, что вот я хотел. И менять, нет, не буду менять, не хочу менять и не планирую. И наш заключительный сюжет посвящен творчеству фотографа Ивана Стручкова, который специализируется на съемке автомобилей. Мы пообщались с Иваном во время очередного фотосета. Фотографии я начал увлекаться в 2011 году, когда начал играть в Gran Turismo 6. Там был интересный режим, фоторежим. Вот я там и начал фотографировать машину. Ну, разобрался в фотоаппарате, разобрался в программах и начал просить знакомых, чтобы они выехали со мной пофотографировать. Первые работы вот, ну, в 2013 году. Нужно показать всю красоту автомобиля. Ну, и раскрыть характер автомобиля. Плюс, наверное, автомобильной фотографии в том, что автомобили не нужно двигать, куда ты их поставил, на локации они там и стоят. Просто ходишь вокруг машины, выбираешь нужный ракурс. А с моделями, ну, как бы нужно работать, вызвать эмоции у них, чтобы они показали, раскрыли себя. Я хожу по городу и выбираю места под характер машины или вот, допустим, кроссовер Mitsubishi Outlander. Решил пофотографировать на зеленом лагуну, как-то показать то, что это автомобиль для бездорожья. Больше всего нравится, конечно, фотографировать летом, потому что это более комфортно. Больше времени есть на поиски локации, на общение с людьми. Насчет ретро машин, это очень красивые машины, это машины со своей историей, со своей душой. С ними очень приятно работать. Редко снимают обычные серые машины, ну, кто как попросит, тому и пофотографируют. Почему именно спортивные машины? Они выделяются из общей серой массы. Они яркие, они шумные. Сотрудничаю в основном я с AHA Drift Series, это вот у нас организация по проведению дрифта. Заварка Drift Team, Street Bangers тоже, это команды по дрифту. Для начинающего фотографа, наверное, лучше всего не гнаться за современной техникой, а лучше освоить свою новую, то, что только что купил, его полностью раскрыть, потенциал. И потом уже, как по мере возможности, там уже подкопить деньги и купить какой-нибудь крутой фотоаппарат. Конечно, не сразу начинать с денег, потому что деньги, ну, губят это дело. А лучше для себя, для друзей, там, ну, для души, чтобы это было, от души шло. Ну что ж, дорогие друзья, наша передача, к сожалению, заканчивается. Заходите в наше сообщество ВКонтакте Проб ТВ. Встретимся с вами ровно через неделю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok